Вот уже пять лет Людмила Коткова выносит сына из дома на улицу буквально на руках. Пандус для спуска инвалидной коляски сделали несколько лет назад, да только с нарушением нормативов. Как вы видите, построили пандус такой металлический, рельсы положила по нему вообще, неудобно съезжать, вот, неудобный ни зимой, ни летом. Каждый раз, когда, особенно зимой, когда скользко, когда холодно, очень, ну, очень тяжело. В декабре прошлого года Котковы были на личном приеме главы Анапы. Рассказали о своих проблемах. Пандусы, что вы сказали, я думаю, что мы в ближайшее время, даже я сейчас напряжу всех, сделают там нормальный пандус. И не вот такой. Очень было бы хорошо такой подарок. Ждать долго не пришлось. Сразу после новогодних праздников начались монтажные работы по установке нового пандуса. Теперь уже с соблюдением всех норм. Посмотрели, технически невозможно сделать здесь пандус, поэтому приняли решение купить электрический. По срокам сегодня будет до конца дня произведен монтаж и завтра подключение. Людмила Ивановна лично вникает в технические детали. После знакомства с этим чудом техники выносит свой вердикт. Вещь стоящая. Конечно, это облегчит нам жизнь. Чаще будем выходить на улицу, так сказать. Да, у Леши электроколяска. Теперь он может свободно будет спускаться на электроколяске и сам ездить. Ну, почти. Ну, почти, да. Вот так проблемы. Очень большие проблемы решаются. Сейчас этот пандус у нас будет. Это вообще, конечно, круто. Благодаря обращению к мэру мы сходили к Юрию Федоровичу. И благодаря ему у нас наконец-то появится пандус, на котором мне будет гораздо проще и удобнее спускаться. После завершения всех работ в подъезде строителям предстоит следующий этап. У входа нужно будет сделать откидной настил, чтобы инвалидная коляска могла беспрепятственно заезжать в дом. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа, Регион.